привет друзья на связи с вами алексей лифанов и сегодня я хотел бы ну рассказать немного свою историю так как новый год поменял мою жизнь многие из вас знают что я по натуре свой такой технарь да то есть мне близко все такое техническое чем гуманитарий это и тому подобно да то есть мне проще что-то руками сделать и соответственно также объяснить и соответственно у меня вся карьера это было связано именно с технической частью то есть я получил образование в упи по электроэнергетике и соответственно у меня вся работа была связана именно с электроэнергетикой и вот о чем хочу сегодня рассказать это как раз последнее место работы где я работал главным инженером проектов это у нас была проектная организация очень крупная на урале мы проектировали электрические подстанции линии электропередач напряжение от 110 киловольт до 500 то есть там были и электрические подстанции линии электропередач которые питают вот эти объекты которые снабжают города различные заводы различные месторождения и соответственно когда я был молодой и у меня не было ни жены ни ребенка соответственно строил карьеру мне было интересно работал много и у нас проектная организация кто и не знает проектировщик это такое связующее звено между заказчиком и подрядчиком и соответственно последнее время нужно было очень быстро все делать проектировщик они всегда делают на основе гостов снипов то есть все так основательно что было все надежно что у нас все равно дорогостоящее оборудование и соответственно тут нужно рассматривать чтобы на годы на годы на годы вперед все работало стабильно надежно и безопасно а подрядчики они у них цель наоборот другая у них цель сэкономить и соответственно почему у нас очень много работы было потому что во первых сроки были очень сжаты и во вторых подрядчики постоянно какие-то нововведения делали да и нам приходилось эти нововведения потом вносить документацию потом с заказчиком все это согласовывать поэтому приходилось работать по 10-12 часов в том числе выходные дни как я уже сказал когда ты молодой и одинокий да то вроде все нормально но когда у тебя уже семья жена ребенок тут уже нужно как бы думать и о том что и дома бывать и семьей заниматься и ребенком и последние годы у меня доходило до того что я вот утром вставал у меня дочка спала вечером приезжал дочка снова спала то есть я ребенка вообще не видел у меня в основном занималась жена приезжала бабушка постоянно и когда отпуск наступал я соответственно пропадал на работе потому что я был главным инженером проектов этот человек который отвечает за проектную документацию за сметы за договоренность заказчиком с подрядчиком чтобы это все было вместе единое что все сроки соблюдались и поэтому приходилось на работе на работе пропадать и на отдых у меня ездила всегда бабушка вместо меня и возможно это было продолжалось бы очень долго если бы не следующие события которые произошли со мной и которые повлияли на дальнейшие решения что это за события то есть наступает новый год я уже почти выжатый как лимон думаю что ну буквально несколько дней отдохну обычно у нас новогодние праздники как у проектировщика проходят буквально первое второе мы отдыхаем а третьего уже на работе доделываем то что не успели доделывать и вот в новый год с друзьями встречаем и буквально ночью уже получается первого числа когда новый год наступил у меня жуткое отравление то есть прямо очень плохо вызываем скорую меня вывозят в больницу берут там кровь анализы я вот себе провалялся в больнице так мне доктор толком не сказала чего отравился но я для себя так подумал ну наверно что-то не то съел до бывает наступает следующий год он по ходе в таком же ритме то есть я постоянно на работе ребенку занимается бабушка и жена соответственно летом опять без меня не уезжают на море отдыхать наступает время нового года я уже с надеждой что все вот-вот наконец-то отдохну потому что ну представляете когда постоянно на взводе постоянно напряжение и ты как значит лампочка может сгореть и вот опять с друзьями собираемся а я к алкоголю очень аккуратно отношусь поэтому не подумайте что я там перепил до плохо стал нет очень аккуратно и я здесь уже начал выборочно вспоминаю тот новый год начиная выборочно там тут чуть-чуть салатика чуть-чуть курочки там еще что-то и опять наступает первое число мне плохо 2 числа уже очень прямо тяжко и соответственно уже мне жена отвозит больницу я опять там провалялся все новогодние праздники и у меня уже так такое ощущение было как день сурка да то есть что-то повторяется почему отравление это из-за чего произошло и начинаешь анализировать думать и как бы все сопоставлять да то есть нашей жизни не все так все про просто так ничего не происходит поэтому нужно ко всем таким событиям относиться очень внимательно и я уже начинаю анализировать может как бы стоит работу поменять потому что можно так вот сгореть и и соответственно вообще умереть да то есть наверно знаете что у нас сейчас у очень молодых людей начинаются инфаркты буквально там 28 30 лет уже инфаркты инсульты но поэтому мне как-то хочется долго прожить поэтому начинаю задумываться да и вот в течение следующего года у меня уже все такой анализ чем заниматься что хочется есть ребенка проводить не хочется так вырасти да там есть фильм такой в котором архитектор он постоянно был на работе дети выросли да он постоянно там перематывал свою жизнь чтобы эти все рабочие моменты как бы убрать и в итоге в конце он уже старик и не помню как дети выросли вот я вот не хотел такого его в течение следующего года уже анализировал думал чем заниматься смотрел и это опять наступает новый год и он проходит я очень аккуратно она почти ничего не ел там чтобы как бы надо все-таки встретить нового чтобы более-менее он прошел и первое число наступает и я покрываюсь жуткой аллергии то есть весь красный еду в больницу с тестами ставят укол я все понял что как бы нужно очень все менять потому что внутри раза но не может быть вот такие события это не просто так происходят и раз я на работе занимался всем таким всеми вопросами финансовыми тендеры мы делали документацию то есть сметы все это через меня проходило я соответственно смотрел как вот чем заниматься дома чтобы больше проводить время семьей чем работать и в то время как раз торги по банкротству только-только появились я соответственно эту тему плотно в нее погрузился начал изучать и понял что в принципе это мое значит как вы спросите технарь и перешел в тему торгов где нужно покупать смотреть разные лоты до продавать то есть по сути такой продавец на меня в свое время повлияла книжка роберта киасаки ну и на америку не открою многие читали но какой вывод я для себя сделал то есть я у меня был первый эффект такой вау разве так можно да то есть можно не быть то есть это думал что я буду всю жизнь таким техническим специалистом потому что у меня вся родня за ним работал в энергетике я думаю что все тоже всю жизнь буду энергетиком а тут я понял что в принципе можно заниматься вообще другими вещами и соответственно достойно жить и поэтому в торги по банкротству так легко влился потому что в принципе здесь вся ваша работа то общение по сути по телефону то есть тут не нужно быть супер купер академиком знать всех нюансов знать все тонкости тут достаточно просто задавать вопросы да если вот не знаешь какой то что-то золот до находишь специалиста задаешь вопросы можно даже самые простые соответственно те рассказывает что-то золот какие в нем плюсы какие минусы где слабые места где сильные места значит если что-то сломано сколько то стоит по времени сколько стоит по деньгам поменять соответственно общение с конкурсными с организаторами то есть это было для меня знакомо я стесну влился в эту тему вот и вот таким образом новый год поменял полностью мою жизнь то есть я был начале техническим специалистом по сути энергетикам да сейчас я свободный человек предприниматель ну не только участвую в торгах по банкротству обучая вас и соответственно смотрю другие направления да где можно инвестировать деньги соответственно получать это какой-то пассивный доход но об этом будем рассказывать в других видео вот так же у нас есть многие ученики которые прямо перед новым годом полностью меняли жизнь вот надежда кракова из ульяновска она у нас работает бухгалтером и она просто искала подработку и также вот перед новым годом купила курс в новогодние праздники когда все там пьянствовали отдыхали ничего не делали она полностью изучила все уроки и нашла инвестора которому который хотел заработать да у него были деньги она соответственно помогла выиграть торги по банкротству они купили и потом спокойно продали сухогруз который был в крыму и она соответственно заработала свои первые комиссионные это 150 тысяч рублей и соответственно это и понравилось у нас на канале ю тубе есть ее ролик можете посмотреть и буквально она поняла что это тема на которой можно дополнительно зарабатывать и соответственно сейчас очень плотно занимается торгами и у нее есть инвесторы которые ее к этому привлекают и то же самое можете сделать вы то есть если простой бухгалтер смогла это сделать у нас есть женщины уже предпенсионного возраста до которые которых получается вот у нас есть студентка зоя маслова из города губкинского там же где у меня общежитие да она соответственно на берегу моря купила гектар земли буквально за 50 тысяч рублей тоже можете найти ее кейс если у этих людей получилось почему не может получится у вас это простые люди у них две руки две ноги одна голова они такие же простые люди то есть тут не нужно быть как я уже сказал академиком да если получилось у них получится у вас для этого нужно что сделать просто поднять свою задницу до прийти на наш бесплатный мастер-класс на который мы прямо показываем прямо вот конкретику мясо да как это все происходит с конкретными примерами с договорами с ценой показываем как можно покупать различные ликвидные лоты со скидкой до 70 процентов это может быть вашим как дополнительным доходом так и основным заработком и соответственно вы можете благодаря торгам свозить родных на море уделять больше времени семье да не пропадать на работе потому что ну как как я уже вам свой опыт перри привел в пример да что можно просто сгореть можно поменять машину как у нас сделал сделал сделать тимур пономарев можно поменять квартиру можно просто вот покупать и продавать вкладывать деньги то что депозит на в банке он приносит но какие-то пять процентов которые съедает инфляция инфляция вы знаете у нас но никак не пять процентов она на порядок больше все мы с вами ходим в магазины мы все это видим и чувствуем да на своем соответственно кошельке поэтому приходите на наш бесплатный мастер-класс узнайте как можно спокойно покупать разное ликвидное имущество то могут быть квартиры машины дома спецтехника различные компьютеры то есть все что вас окружает это все продается на торгах и торгов на торгах лотов хватит всем это я вот прямо вот еще раз на этом заостряю внимание потому что видите что банкротства у нас только-только нарастают и придя вот на мастер-класс мы как раз расскажем почему эта тема будет еще актуальна еще многие многие годы поэтому приходите на мастер-класс вливайте в на вливайтесь наше закрытое сообщество академии торгов по банкротству приходите на наше обучение задавайте вопросы на вебинаре обратной связи который провожу лично я и соответственно на все ваши вопросы по обучению тоже я отвечаю поэтому можете задавать все вопросы которые у вас есть я соответственно всем помогаю если вам это интересно жду вас на мастер-классе который придет пройдет ближайшее время ссылочка будет под этим видео и я с удовольствием встречусь с вами уже на в нашей академии на вебинаре обратной связи с вами был алексей лифанов надеюсь этот год станет для вас поворотным вы также измените свою жизнь и у вас пойдет белая полоса с новым годом друзья с новым счастьем увидимся с вами на следующих видео на нашем канале пока пока у нас и Субтитры подогнал «Симон»!